привет друзья сегодня с вами на обзоре ветеринарной диеты зоо диета от компании четвероногий гурман выпускается точно там же где и золотая линейка кстати обзор на нее у меня был так что ссылочка будет в описании к этому видео на елецком мясокомбинате и велико-новгородский мясной двор и основные моменты по этому корму я попросил дать представителя бренда на выставке парк зо так что сейчас мы сначала посмотрим интервью а потом уже перейдем к вскрытию и дегустации так что друзья усаживаемся поудобнее маша хвостиками и погнали наша линейка полнорационных ветеринарных кормов не лечебных рассказываю корма бывают в принципе любые корма и любые ветеринарные диеты они профилактические я пытаюсь это как бы всем донести что лечат лекарства лечебных диет как таковых не бывает любая ветеринарная диета это профилактика это поддержание здоровья питомца поэтому у нас это полнорационные ветеринарные диеты разработанные с учетом рекомендации нутрициологов у нас был то консультацию нутрициолога у нас свои технологии которые разрабатывают плюс соответствии с гостом гост 55 453 2022 корма для непродуктивных животных где четко прописаны все требования кормам что должно быть что не должно быть в каких должно быть количества каждый компонент каждый показатель питательной энергетической ценности всего остального зоу диет у нас представлен для собак это фасовки 240 грамм это как раз да да это вот то что мы видим 100 граммовые баночки мы конечно уже все раздали потому что очень пользуются они спросом 100 грамм это у нас для кошек и у нас есть еще вкус который называется recovery верни вид который называется recovery к это подходит и кошкам и собакам да он универсальный он для восстановления организма после операции после травм в принципе там добавлены везде витамины минералы там везде добавлен обязательно рыбий жир естественно в кошачьих во всех добавлен таурин который необходим кошкам потому что они без него не могут особо хотелось отметить что вот в линейке для собак у нас есть корм гепатик это для собак которым необходимо поддержание печени у кого есть проблемы с печенью там специально занижен показатель белка занижен показатель жира плюс само мясное сырье из которого это делается содержит очень небольшое количество меди насколько мы знаем что питомцам у которых больная печень им нельзя да им нельзя и очень нужно следить именно за медью смотрите в других случаях у нас есть два вида это поддержка иммунитета иммунсуппорт там специально добавлен трипсин гидролизованный козеин он спит это препарат который нужен животным для снятия уровня стресса поэтому он туда добавляется это вот как бы чтобы поддержка иммунитета у животного у нас есть для кошек уринари там естественно добавлен дель метионин на хлорид калия который снижает образование струбитных камней в почках у нас есть ринал это тоже для кошечек у которых есть проблемы с почками там тоже специально подробно рецептуру чтобы не было много белка плюс там добавлено еще рисовая крупа которая тоже нужно потому что нужно источник сложных углеводов на животном кстати и с проблемами печени с проблемами почками поэтому он туда добавлено то есть там вот специальные составы по назначению или можно самостоятельно можно самостоятельно но в любом случае любое кормление любое питание следует консультироваться с ветеринарным врачом особенно если у животного есть диагноз какой-то определенный всегда нужна консультация ветеринарного врача всегда абсолютно большое спасибо они за интервью и давайте сразу подведем некоторый итог тезисно то есть первое лечат лекарства а не корм второе то что разработан в соответствии с гостом третье то что необходимо применять все-таки их по рекомендации ветеринара и под надзором ветеринара четвертое то что они являются полнорационными и пятое то что каждая позиция этого корма разработана непорезно под какое-то определенное назначение то есть рецептура у каждой из этих консерв индивидуально так здравствуйте вы пришли сразу на дегустацию надеюсь что вам не скоро понадобятся такие консервы да поэтому вот идите валдай сразу прочухал что что-то здесь будет интересно да друзья предлагаю сразу же несмотря на достаточно большое разнообразие этих консервов по камере назначений я предлагаю продегустировать две собачьи консервы и две кошачьи ну наверное такие самые часто запрашиваемые у потребителей ну как это к сожалению да то что мы все прекрасно понимаем что ветеринарные диеты все-таки дают но давайте так не совсем здоровым питомцам это конечно печалит но с другой стороны хорошо что есть возможность их лечить и сразу предлагаю перейти кошечкам потому что достаточно часто можно встретить запрос от моих зрителей именно что по консервам уринария и с нее мы как раз таки начнем как нам уже говорил производитель это полнорационные консервы и в данном случае здесь используется индейка и телятина то есть состав друзья достаточно простой лаконичный как говорится ничего лишнего и опять же как уже она рассказывала нам с вами в интервью здесь добавлены дополнительной добавки это диэльметианин и хлорид калия кстати диэльметианин мы достаточно часто можем встретить также и в сухих кормах для стерилизованных питомцев потому что эта добавка уже с известной эффективностью и поэтому ее использование ну как это уже идет по умолчанию опять же обращаю ваше внимание что да несмотря на достаточно большое разнообразие здесь их и объединяет одно такое большое целое то что они достаточно мясные и сейчас мы сразу же и вскроем и это дело посмотрим итак все баночки у нас идут с таким легким открытием с таким ключиком девушки с ногтями прекрасно вас понимаю это не всегда удобно но достаточно популярное такое открытие ничего плохого в нем нету вот друзья вскрыли и вот так вот до валдай сразу же услышал привычное вот это открытие и сразу же прибежал и так по составу здесь у нас идет индейка и говядина обращаю ваше внимание что здесь производитель отдельно везде делает акцент то что не говядина а телятина то есть это молодая коровка да наверное так можно назвать у телятина более нежное мясо и более диетическое друзья на камеру я думаю что больше чем заметно и понятно кусочки мяса волокна великолепно читаются все видно вот этот бульончик немножко желешечки хоть как говорится у меня нет мочекаменной болезни да ну надо попробовать друзья ну по вкусу мясо каких-то там специфических вкусов ароматов ну ну нету да мясо волокна да это все-таки мелко рубленые волокна потому что опять же мы знаем что есть разная текстура у консервов и в данном случае да это волокна но они такие маленькие то есть грубо рубленые то есть не длинное волокно а вот короткое опять же для питомцев которые любят и желешечку и бульончик да здесь все есть и обратите внимание что да баночка 100 грамм но насколько много вот при открытии сейчас мы следующее вскроем опять же как много вот этой начинки здесь в этой банке ну здорово минусов в данном случае но друзья достаточно трудно их здесь найти поэтому большая кстати друзья просьба кто кормит своих питомцев от ветеринарной линейкой большая просьба напишите просто ваш практический опыт потому что одно дело я вам тут говорю а другое дело вот вы прямо пишите в комментариях и соответственно зрители могут это оценить ну твал дают весь сумасходит ну дружок нет я думаю тебе дам следующую собачью так что далеко сильно не убегай следующее по популярности ну по крайней исключительно мое мнение это консервы серии ринал да к сожалению функции почек да то есть это про это поддержка функции почек ринал состав также достаточно принципе простой лаконичный ничего лишнего здесь производитель делает другой акцент на мясные ингредиенты здесь присутствует кура так что если вашу питомца есть некоторая непереносимость куриного белка то к сожалению нет и также говядина дальше все у нас идут достаточно стандартные добавки для таких мясных консервов и также здесь есть еще крупа рисовая производитель указывает пять процентов это друзья необходимая клетчатка для как как для технологии так соответственно и для состава для функционала самой этой консервы обращаю ваше внимание здесь уже немножко по-другому все это выглядит вот он рис он виден то есть это не рисовая мука это не рисовый какой-то там широт может быть это именно что рисинки и вот в ходе приготовления они как раз таки добавляются сюда в сухом виде но в ходе приготовления они как разки отвариваются набухают и вот занимают все вот это оставшееся пространство поэтому можем здесь увидеть что здесь у нас никакой не водички ну бульончика здесь нету то есть это достаточно плотные вот эти 100 грамм и вот они текстура здесь уже друзья другая это как раз к вопросу о том что каждая консерва она индивидуально и разрабатывается в соответствии с необходимыми требованиям то есть это еще более мелко рублена здесь такой больше фаршообразная структура но при этом мы по-прежнему видим вот это мясо то что она да здесь присутствует по ощущениям конечно можно сказать что ну пять процентов ну завряд ли опять же пять процентов это указывается когда добавляется перед изготовлением то есть в процессе она конечно вот до рис набух и занял все оставшиеся свободное место и принципе вот он так и здесь заметен достаточно сильно она более светлая особенно если мы говорим про грудку очень нежная вот эта общая текстура вкус риса да он разбавляет он разбавляет вот этот мясной вкус но опять же ощущается все замечательно никаких как это проблем нету я смотрю вы что-то очень хотите попробовать давай тогда возьмем тебе гипоаллергенную консерву в данном случае используется кролик и при этом кстати обращаю ваше внимание что гипоаллергенный для собак есть и наигненки да это достаточно часто распространенные мясные ингредиенты при вот который у которых меньше всего возможность аллергии и по умолчанию как раз таки их и считают гипоаллергенными и при этом допустим кролик он вообще еще такой диетический но при этом он должен быть достаточно суховатый этаж мясо кролика она более сухое но опять же сейчас посмотрим вот слышно что там есть бульончик как скрывается от растряса и во все стороны давал дает и тут часто у меня все это дело попробуешь мясо кролика светленькая беленькая вот этот бульончик здесь и соответственно сама консервушка опять же друзья все какой прямо плотный кусок вот прям аж разламывается думаю ну даже здесь на особо комментировать не надо по составу здесь у нас идет мясо кролика и все вода питьевая желирующая добавка клетчатка рыбий жир витамины и минералы все ничего лишнего друзья мясо кролика ну давай тебе вот этот кусочек дадим то вы тут прямо уже так аккуратненько так hop давайте еще разочек и мы все таки пойдем дальше ну друзья здесь как это не может быть невкусно мясо кролика все этим сказано еще раз напомню что каждый состав да мы можем не понять из самого состава что же здесь такое добавлено ну какие-то нюансы да ну допустим то что ну мясо кролика мясо кролика ну в данном случае мы говорим про гипоаллергенная тут особо даже ничего объяснять не надо используем гипоаллергенное мясо вот и все то есть принципе можно использовать там струсятина можно использовать индейку различные другие виды мяса но если мы берем именно что какую-то уже специализированную консерву ну например так гипоаллерген мы видели ну допустим гепатик эта функция профилактика функции печени здесь у нас краски идут немножко другой животный ингредиент это сердечки то есть не мясо а именно сердечки то что они более полезные в данном случае так вот по поводу к разности консервов опять же мы можем видеть что здесь использованы и разные животные ингредиенты где-то мясо одного вида животного где-то используются субпродукты все в зависимости от непорезно назначения и многие вещи друзья да мы с вами не видим то что анна уже сказала где-то добавлено там какие-то определенные минералы где-то их меньше где-то и больше все с рекомендациями и соответствии какие необходимы при каждом заболевании так здесь у нас друзья добавлена крупа рисовая и и здесь 10 процентов по написанному составу и также как вот в консерве для кошек мы видим что водички нету и здесь как раз таки у нас идет непосредственно мясо и рис ну точнее сердечки индюшины вода питьевая крупа рисовая и все оставшиеся все так оно и есть то есть вот это такая плотная консистенция вот они друзья ну сердечки ну давайте так вот они видны те кто увидел сердечки в живую вот прекрасно понимает вот попробую на камеру на не очень эстетично это смотрится но это вот такая вот история крупно давайте так рубленные сердечки и соответственно рис все остальное достаточно стандартные добавки которые ну есть во всех этих консервах где-то скажу сразу вот когда цен с набитым ртом не говорят я ну дайте это рисовая каша вот по чесноку очень сильно ощущается рис в отличие допустим от кошачий где он тоже до присутствует но не так сильно он здесь доминирует в данном случае хоть и 10 процентов но опять же все это дело разварилась его стало больше хватит мне дышать тут прямо в микрофон вот его стало больше и ты кушаешь рисовую кашу опять же плохого в этом ничего нету да но надо понимать что это вот вот такая составляющая опять же друзья возможно есть нюансы о которых опять же ну я не спросил у анны и не знаю вот насчет поддержания функции печени не удивлюсь что да именно вот такая консистенция да именно такое процентное соотношение одних ингредиентов другим как раз таки и требуется поэтому по вкусу замечаний нет очень вкусно очень аппетитно ну вот вы в принципе сами видите как валдай тут прямо сходит с ума тоже друзья аромат стоит достаточно мощный я напоминаю что вот эти наши с питомцы ну намного сильнее нас с вами ощущает вот эти ароматы и также друзья хотел обратить ваше внимание на интересную консерву которая подходит и собакам и кошкам это важная консерва для тех питомцев которые допустим восстанавливаются после каких-либо заболеваний после операций после даже анорексии в том числе так и называется консервированный полный рацион и диетический корм для собак и кошек с говядиной и печенью в восстановительный уход и вот здесь у друзьям как раз таки я понимаю зачем добавили именно этот ингредиент смотрите у нас идет на первом месте идет говядина а дальше идет печень друзья это не только источник витамина а но печень также очень сильно ароматная и приятная на вкус то есть она будет стимулировать питомца кушать консерву я вот так вот скрою это все в желешечке все также давайте так ближе все-таки к фаршу к фаршу то есть волокна мы здесь с вами не видим но при этом и не суфле и не мусс а это такой грубый достаточно фарш и по аромату друзьям он намного аромат не намного вкуснее идет чем вот эти все опять же причину для чего это сделано я вам уже сказал неприлично говорить с набитым в том но прошу меня простить очень хотелось быстро вам это все дело рассказать вот такие консервы опять же еще раз напоминаю очень важный тезис то что лечат лекарства они консервы и не сухой корм он помогает но никак не избавляет от какой-либо проблемам поэтому друзья случае если вашему питомцу пришлось столкнуться с каким-либо заболеванием старайтесь не заниматься самолечением а все-таки под надзором ветеринарного врача друзья всем большое спасибо за просмотр не забываем ставить лайки подписываться на канал кто этого до сих пор не сделал и как всегда я вам напоминаю что я высказывал исключительно свое мнение которому отличаться от вашего мнения отмене производителя и отмене наших с вами питомцев все-таки это же личности и индивидуальности всем хорошим стране любите своих питомцев здоровья вашим питомцам и пока